доброго времени суток дамы и господа очередной выпуск рубрики best replays на сайте год game точка ру и на youtube канале гудгейма в исполнении вашего покорного слуги краба баниура играть будут сейчас андет и и орг на карте тартл рок за андета исполняет никто иной как джентльмен известный под ником хавалайн кто творит кто скрывается за псевдонимом орка то науке неизвестно но зато известно что орг судя по всему собирается опаница без барака то есть что-то обузить скорее всего обузит раннего блэйд мастера харасс выбивания шмоток faster 2 и может быть даже faster 3 что это ему даст это ему даст халяву когда у андета будет еще и близко не вышивший второй герой орг сможет его поджать орг из германии андет соответственно не стараюсь и вершина а ну вот он сам признается что это хавалайн собственно теперь горжанин хавалайн показался как вышел из тени здесь у нас а по я смотрю вместе с вами ребят в лайве поэтому для меня также как и для вас сюрприз джентльмен с волками именуем и форсир или барсик постройка давненько уже не используемые орочими орочими батальонами полчищами в общем орочими вооруженными силами в своем ассортименте вот он выходит на свет вынимает орк старое древнее оружие что ж это интересно это интересно друзья посмотрим насколько барсик сможет проявить себя в этой игре чем хорош форсир ну во-первых харас волками никто не отменял волки могут бесконечно долбать мозги несчастным околитом у него есть также чейн лайкинг массово поражающее заклинание которое например в совокупности с со стомпом таурена заставляет филлов очень сильно страдать но есть и недостаток форсир очень дохлый и в отличие от блэйд мастера еще быстрее еще быстрее подвержен нюкам и всяческому фокусу то есть на поздних этапах за ним нужен глаз да глаз потому что койл нова фокус превращают барсиков груду вяленого мяса здесь дк стандартных овала и начинает криппинг он играет фондов фаст фондов потому что там кладбище строилась довольно быстро в позднего дк и соответственно соответственно начинает криппинг его задача прокрепить дед найта до 3 левела он фендами отманил черепашек получил свой девайс между прочим отстойный что здесь у полкана но здесь получше перчатки силы уж точно получше чем плащ теней у дк и думать она продажа ну поскольку перчатки силы делают бы барсика чуть более здоровым чем прежде а это в контексте вышесказанного мной очень полезно fast great на тер два добавляет два логова и вообще без казар тут лица пилка вот возможно что орг задумал дерзкую застройку холлайн огорчается этому факту а барсук бежит на харес тем временем только сейчас запустил андет свой тир соответственно когда к нему придет застройка он деда будут определенные проблемы здесь отличных а раз колитов проходит уже два колита минус во время грейда 3 а колита минус вынужден свой грейд отменить хавалайн и это конечно огромные потери для андета то есть орг сейчас билан деду настолько далеко и глубоко все тайминги что игра превращается уже в абсолютный трэш поскольку андет свой грейд проведет теперь очень не скоро ему еще нужно заказать трех бабок и после этого только вот двух бабок да все они это одна бабка андет что направляется на так это что прокси бабка андет направляется на вот я не пойму на что вот признается хавалайн что ненавидит эту чушь в бенете не может не крить и все такое огорчается вместе с ним орг и признается что это очень очень плохо в общем два высокоблагородных господина пообщались многое жизни о политике но попутно андет пытается прохарасить орку вышку как раз единственное слабое место такой стратегии это если вас придут и застроят пока у вас нет ни одного производящего здания даже как даже бараков нет по кстати вышку то отменяет об по сути а хавалайн то просек эту тему и реально прибежал с пропутой землей застройку организовывать а вышка то в и вышку то орг не перечинил и сейчас там в заказе вот зависимости кто тут-то надо таурена заказывать он здесь да ну слава богу wave наверное потому что от застройки неплохо wave помогает или стомп все-таки сейчас мы узнаем что он качественно что wave неплохо по зданиям проблевает здесь да это все таки стомп и волки начинают грызть еще волки хороши тем что своей перс свои миличная атака они по среднеарморным финдам очень хорошо проходят стомп чайник пауки кайлов не напасил садыка на такую брашку но у нас игра только начинается но я что-то не очень верю в успешной застройки андеты там все таки магазин к завершим там все таки есть и мана и хилки и вейвов с чайниками еще много а вот дк уже битый не знаю не знаю так еще одну вышку под шумок строит орг ну и нужно ему заказывать здание можно даже вивер заказывать где-то прокси прокси господи боже прокси бестиарии поставить продавка корова умирает ой ой умирает корова и здесь один выстрел остается барсику и он почему-то остановился волк не смог нести такого тяжелого шамана на секунду остановился высунув язык подышать и это спасло жизнь дк так вот прокси бестиарий и вивер на да даже зачем прокси просто бестиарий потому что он деда там еще до тир-2 возможно его и не будет тир-2 и поэтому по виверном финды не достреливают без сетки сетка появляется только на тир-2 ну вот корову конечно орк потерял совершенно напрасно виверн должно быть ну штучки 34 для хорошего фокуса здесь можно и чайником огреть вот ну барсик далеко выходит корова нужно закупиться дк начинает вкусить магазин корова может стампануть там виверны свиток скорости сейчас у него отрегенится он прорезает свиток скорости и куда-то и куда ты корова немножко перепутала на про не на то пастбище побежала что как-то очень легко не ушел дк вообще не туда во время рванулся бывает так виверн тем временем 2 тем временем у андела естественно не каком тир-2 и речи не идет при таком количестве финдов мы это все уже видели знаем плавали ну а что а как барсик сколько у тебя маны если мана на чайник ой какой отличный вейв проходит там по калитам что ли атака нужно просто от эту просто банально негде лечиться ну правда можно купить конечно свиток в магазине в больше лечиться совершенно негде тележек нет по уши на нет начинается битва с пауками сколько маны у т.ц это важный момент но нам не показывают видимо на стомп не хватает виверны кстати сейчас могут спокойно совершенно полететь прохарасить у андеду всех околитов вот это все здесь умрет от виверн можно в облёт пойти и как-то на героях здесь отбиваться по отлично снова стомп проходит стройка за не туда по призрак по призракам такая вот суеверная корова боится стройка призрака временем дк получает заветный третий левел это все-таки 2 койл здесь можно и под подкайлить кого-то из героев и под подхилить финда и магазин падает да вы знаете застройка проходит здесь в основном из-за того что орк конечно сильно недоконтролил в какой-то момент он отдал совершенно напрасно героя не добил героя андеду и хавалай на чудесах креативе и бешено микро как-то с этим справился так ну а три виверны против двух грешеных зигуратов уже не канают вы знаете вивер нам сейчас нужно срочно лететь на харасс срочно лететь на харасс колитов здесь им делать нечего под зигуратами под фрост вышкой андетской постройка завершена ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй да ну один орк от андеров у нас уже отбивался буквально в прошлом выпуск посмотрим сдюжит ли этот орг против такого массированного наступления хавалайн тратит ресурсы в ноль на финдов из города вершина вот 4 виверна уже тут вопрос в том что у орка скорее всего очень мало леса у него нет магазина ему негде ригеть ману вот он сейчас там где-то под шумок восстанавливает лавку ему нужны до вышки отменяет андет крит массой финдов здесь можно хорошо было стампануть и трех финдов отжать я помню что и прошлый андет именно так и терпел так и терпел отдавая одного финда за другим здесь же чайник должен быть чайник где волк виде чайник что происходит почему нет стомпа и фокуса постройка за мир вот так просто совершенно вершина дерзко андет забежал в базу орка настолько глубоко и да ну здесь орг не наказывает под прошлый орг был конечно роскошен он как раз провоцировал андеты на эти забегания вглубь своей базы и там на отступление андет терял постоянно по 2 то и по три паука за раз а здесь вот наконец прошел живительный чайник вот наконец ну стомп то будет сегодня ё-моё той корова начинаю же играть вот два финда вот одного финда закалили должно было умирать два финда вот еще один финт минус корова бежит магазин очень жесткий фокус от вышек и сейчас будет койл только можно нет да корова умирает барсик форсир пытается как-то нахарасит но здесь вот в отличие от прошлой игры андет не жестит с финдами он дотеряет их но при этом он уделяет внимание именно зигуратом строящимся кстати там третий барсик уже вторые волки вторые волки фендов очень жестко контрят но к сожалению зигуратов уже слишком много и он орг наконец решается выйти вот все это он делает очень медленно он давным-давно уже мог андету устроить аннигиляцию околитов на базе а это значит что это значит что андета не было бы ресурсов на дальнейшую застройку да нет леса орка нота видно и это 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 очевидно читаемо при такой жестокой застройки при таком большом количестве вычиненных зданий орк естественно лес с лесом не восстановился до гениальная мысль прийти расхарастить околитов жалко что она пришла к орку всего лишь на какой-то там не знаю пятнадцатой минуте игры минусе околита андет продает здание боже если бы орк это сделал раньше то мне кажется хаба бы вышел а так great nighter 2 и здесь можно да он отменяет его продает все здания и вот этим будет жить что может сделать орк может быть как-нибудь спасти здесь шального пиона и попытаться и попытаться ну андет очевидно будет вообще возможно возникнет патовая ситуация потому что андету ланды да не останется ресурсов на здание на то чтобы продвигаться зигуратами и если орк сейчас убьет андету всех околитов то он может просто стоять на базе и улыбаться андет не сможет без прикрытия зигуратов прийти уничтожить например дальнюю лесопилку орка и это будет патовая ситуация а если орк еще и засейвит где-нибудь как-нибудь 80 лимита у андета ну да это же зигурат и все правильно постройка завершена андет решает что будет здесь его база но это он самонадеянно потому что непонятно как он будет уничтожать ройка задавшим майнора чей он бьет как он будет там шахту ставит сетки у него нет соответственно по воздуху никто не стреляет финды туда просто не подойдут но у орка судя по всему не осталось денег на восстановление героя да она докрепиться давай 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 барсучок давай шина второй чайник все-таки это приятно предметы какие книга опыта выпадает еще и кстати вот здесь вот постройка завершена инвиз орку виде площадь и ней это очень полезная штука дать скоро будет день но потом наступит ночь ой но тут нужно как-то возвращаться базу отбивать так раскрипился пояс богатыря отличный девайс для форсера в этой ситуации последние здания у орка остаются ему бы как-то пиона спасти прокси как-то прокси здание как-то поставить где-то потому что иначе ну виверными он здесь может пролететь перебить финдов до прилетают виверны и будут защищать здесь рабочих по сути орка остается три здания да не по сути а по факту у него остается три здания и соответственно убив их андет выиграет игру но но как ему это сделать то есть понятно как финды будут сейчас хорасить там к пятому левелу стремится барсик я так понимаю что уже никак не появится у орка таурен что логова лучше может логова там чинить там ладно виверны начинают подстреливать здесь он должен отбиться должен отбиться барсик начинает там если барсик получит 5 каким-то чудом будет невидимые волки тогда финдам вообще будет карачун полный но пока до пятого левела как до китая так и орк как-то пытается здесь отковыряться но здесь уже виверна даже не по герою по финдам стреляй хотя у дк у дк не так много маны к слову ну на койл хватит а дальше с другой стороны по дк можно пострелять ему хилиться только через проклятую землю можно главное вивер не терять здесь во время отбежать так и вот под шумок под шумок пошел диверсант с поленом ах не получилось полили барсика не потерять аккуратно вгрызается в дк просто полностью орк андет вгрызается в барсика замедлен барсик виверны могут затерпеть здесь и начинают погоню за дк дк забежит за дк то забежит к своим зекура там а что делать дальше ой 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 да у орка нет денег на воскрешение таурена да он здесь наверное уже и не нужен и виверны пытаются как могут отогнать финдов от своей строящейся вышки одна вышка 5 виверны вот все что остается у орка есть очень много леса на починку и как только дк подходит вот здесь ой 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 аккуратно дк может потерять хавалайн дк бежит у него нет хп совершенно последний койл минус дк недоконтраливает хавалайн и теперь нужно форсиру бежать бежать виверн всех орк под ай он отдает всех виверн как так-то друг ну хава ты герой отрегенится впоследствии где-то когда-то и невидимые волки вот она вот она вложение окупилась вот сейчас невидимые волки разберут финдов и барсик может получить шестой андет начинает кстати продавать да вот они криты пошли на ка вообще ничего не сделать андет пытается как-то да он где-то нашел деньги на выкуп дк и кстати если дк найдет барсика то в свою очередь его убьет с одного кайла потому что там форсируем совершенно битый и все перевернется вот этот риллер вот этот риллер ребят невидимые волки надо подбежать плотную и бах 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 минус финт снова в инвиз к сожалению нету андета на тир-1 ни одного юнита который может детектить скаутить инвизных еще один финт минус ага волки одни исчезли вторые побежали вторые побежали да вышку тем временем финды отменили ох 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 виверну нет не отдавать ты что же делаешь то так одного финда отводим слушайте меня плохие предчувствия все-таки для орка потому что дк то выйдет дк то выйдет и убьет форсира он его просто должен найти здесь фильм тоже не уйдет про пытался подблочить финда волки в инвизе продолжают гнать надо даже дождаться пока фильм то становится и там его слопать приготовились гав пусть еще кусь еще один кусь у диван вис у диван вис да что что да молодец и и кусь минус финт какой левел у барсика нет ну да что форсирую жить и жить но он как-то потихонечку полигонечку и гениться через поиск бутыря снова в инвиз и там в дк там выходит вот-вот дк и вот здесь посмотрите как ему поможет сейчас плащ теней дк то не найдет его еще целую ночь просто какой-то вы знаете какой-то волк орк хищник это какой-то это какой-то не знаю орг джинн в шапке невидимки весь целиком и армия и герой все в стелсе никого нет на карте финды пытаются найти пятую точку на карте чтобы как-то уйти от инвизных волков но это невозможно сделать кусь еще один кусь и будет барсик только не выходи из виза ты получишь кайла 1 2 и все правда а есть вот эта просветка ну вот сейчас дк будет наламываться на последние оставшиеся здания я говорю что как с этим жить я совершенно не понимаю спрашивает хавалайн если у него экспант здесь можно кайлами например затыкать ту же в самую виверну что делает орк он продает что-то сейчас купит инвул инвиз и персонал очко и будет сейчас здесь отбиваться от дк ну так это интересно низные волки но здесь тоже есть койл который постепенно регенится и в общем то здесь как скажем так снаряд упирается в броню все что будут надамаживать эти инвизные волки будут отхи будет отхиливать дк него есть пока на один койл первый койл полетел в барсика и начинает вгрызаться в барсика здесь можно поставила купить себе можно было купить себе на самом деле не инвул инвиз а персоналку и здесь на поушинах жить зачем тебе так фокус по дк можно зажать дк можно зажать тут инвульчик есть не знаю насчет поушина нету поушина у или есть да вот он вул в инвул читается дк сам залез непонятно куда получает чайник просветка минус дк орк все-таки выигрывает боже ты мой хава как ты залез дкой туда в такую задницу смеется хава лайна денег у него он еще раз закажет дк еще раз закажет дк сколько стоит герой такого левела так здесь можно здесь можно в конце концов каким-то образом продать еще зданий до у андэда есть резервный фонд в отличие от нашей страны барсик и за это персоналочку и будут отменить или по этот алтарь алтарь сейчас надо срочно бежать отменять алтарь все правильно загрязет ли он алтарь до появления дк вот в чем вопрос потому что финдов андэда не осталось ай куда ты нет нет возвращайся один финт там виверна господи господи а хватит ли дпс а хватит ли дпс а чтобы отменить алтарь кстати еще одна хилка есть очень долго будет дк воскрешаться тут вопрос в дпс и если там да ему хватит нет не знаю господи по динамике непонятно аспирант ничего нам больше не показывай орг на все андет на всякий случай восстанавливает алтарь в другом месте потому что судя по всему ну покажите дк аспирантушка показывает дк тут непонятно по динамике нет ну скорее всего нет скорее все они успевают очень жестко дпс здесь инвизных волков и барсик почти 6 левела если он убьет финда он получит 6 и сможет свой свою ульту засандалить по этим всем зекура там там землетрясение начнется жестокая и беспощадная виверну нужно как-то аккуратненько поставить на стрель нет нет не ведись я даже не знаю за кого болеть здесь нужно просто виверну на hold position поставить в раньше все и пускай стреляет по финду как только он подходит наш город напали видит ли видит ли форсир так до минуса колит больше уже ничего не построит но здесь начинается фокус по этому алтарю а если деньги алтарь пока не горит алтарь пока не горит денег соответственно нет можно финта но тут как же ты виверну не до контроля но здесь финт это ключевой момент ключевой момент ну финт умрет получите 6 левел барсик получили 6 до это 6 левел гайсон это гамбит от орка и вот сейчас барсик покажет все аккуратно забеги и дай землетрясение вот она начинается и один зигурат не сможет не сможет передамажить тот урон который барсик наносит да как же этот финт зарешал ну теперь то уж точно гг орк выигрывает совершенно сумасшедшая игра оба игрока показали интересные стратегии но оба игрока к сожалению очень много ошибались тем не менее показали достойный уровень игры благодаря друг друга им нравится все что происходит барсик отрегенивается колит не добежит до него чтобы перебить лечение хавалайн начинает клянчить победу орка благородно отказывается оба андет пытается доказать что это его победа была но как орк не понимает почему есть нам совершенно согласен оба были близки и не нужно было позволять деке так окружаться с одной стороны с другой стороны не нужно было не нужно было отдавать героя тогда помните корову отдал возле магазина и отдавать пол пачки виверн просто на муви орку и тогда все было бы все закончилось бы гораздо раньше ну что же здесь очевидно победа орка прекрасная игра благодарим обоих за зрелищное шоу и ждем новых выпусков рубрики best replays на good game подписывайтесь на канал youtube сайта goodgame.ru подписывайтесь на мой youtube ссылки на эти каналы в описании к этому видео и до следующих встреч любители варкрафта встретимся на хотел сказать полях ущелья призыватели чуть не спалился встретимся на разнообразных картах в арене и на китайском сервере до свидания ребята варкрафта 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 варкрафта